Ну-ка, уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги собравшиеся. 2020 год ознаменовался рядом непростых, я бы сказал, даже неприятных событий. Однако, несмотря на COVID-19, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2020 году присудили учёным, открывшим вирусный гепатит С. В диссертационном исследовании решена научная проблема в области инфекционных болезней. Оптимизированы схемы противовирусного лечения пациентов с хроническими гепатитами В и С. Учтены фармакоэкономические аспекты, минимизация риска побочных эффектов, а также возможность развития лекарственной устойчивости. Научно доказана эффективность лекарственных средств прямого противовирусного действия, производимых в Республике Беларусь. В настоящее время ВОЗ отметила Республику Беларусь как одну из лучших стран с наибольшими успехами по доступу населения к лечению вирусного гепатита С. А печатная работа, государственное финансирование лечения гепатита С и местное производство противовирусных препаратов прямого действия вошли в сборник лучших практик ВОЗ европейского региона. Ну, для нас сейчас очень актуально это. Мы все увлеклись ковидами и забыли, что надо лечить и другие болезни. Но мы об этом говорили еще в начале первой волны, что ковид ковидом, но надо не забывать и о других болезнях. И вы, наверное, заметили, вот Европейский Союз сейчас заговорил об онкологии. Это беда. Кто-кто, ну, а больные онкологическими заболеваниями люди ждать-то не могут. И пошла смертность от онкологии. Мы на это обратили внимание при первой волне и второй волне. И всегда старались онкологические центры не перегружать, так сказать, иными болезнями. Поэтому как раз вот ваша тема созвучна с этой проблемой нашего времени непростого.